Приветствую вас. На протяжении вашего текста мне не придало ощущение, на протяжении чтения вашего текста, мне не придало ощущение, что вам нужен не столько молодой человек, не столько отношений с ним, не столько он сам, да, не столько у вас было желание сделать, например, его счастливым, и вообще что-то для него сделать. Сколько вы хотели, вот, собственно, жить вместе и съехать, выходить на семьи и детей. И первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, почему вы хотите семьи и детей, и что это для вас значит. Зачастую люди пытаются получить что-то от семьи и детей, но это, правда, иллюзия, потому что семья не даёт абсолютно ничего и как бы то, что вы хотите получить от семьи и детей, ну, это, скорее всего, просто такой мираж, и вы не хотите посмотреть, что залезет в основе ваших желаний, чтобы не нуждаться в семье и детях, потому что, как бы, нуждаясь в том, что касается других людей, вы по большому счёту проектируете на людей свои желания, свои ожидания и из-за этого не можете принять их такими, какие они есть люди. Вот. Это первое. Второе. В том, что касается предательства, есть очень важный момент. Дело в том, что, да, человек поступил не так, как он обещал, да, человек поступил не так, как он говорил, но, если он не раскаивается за то, что сделал, значит, он поступил так, как хотел. Если он поступил так, как хотел, значит, он, ну, поступал в соответствии со своими желаниями. Если человек поступал в соответствии со своими желаниями, то речь в таком случае, вероятно, идёт о том, что вы не увидели его настоящего, что вы хотели видеть в нём кого-то, но не его самого, ну, например, в контексте семьи, там, мужа, отца вашего ребёнка и прочее, а его самого видеть отказывали. И он вас не предавал, просто вы отказывались видеть в нём его настоящего. Поэтому это вопрос, связанный с вашими ожиданиями, которые были у человека, понимаете, а не с тем, что это было предательство, понимаете. То есть изначально, вот изначально ваши ожидания были ложными из-за того, что человек на самом деле был немножко другим и поступал изначально по-другому. Дальше, вы пишите, что вам обидно и больно, я думаю, что с этим тоже можно разобраться, потому что обида ваша, это, опять же, не основательные ожидания, вот, в основе которых лежат желания ваши, которые, ну, вам, вот, вам, да, можно и нужно удовлетворить, только вы этого не делаете пока что. Вот, а что касается боли, это опыт, это ваш опыт собственный, который вы игнорируете, пока что, опять же. Вот, вы свой опыт просто игнорируете, то есть вы закрываете на него глаза, закрываете глаза на опыт, на свой. Вот, такая вот история, в принципе, такой момент, и я думаю, что вот в этих направлениях вам нужно двигаться, вот, понимаете. Вы пишите, что, вот, вы не можете успокоиться, да, что вас это задело, лично задело. Вот это тоже необходимо разобрать, почему вас это лично задело, почему вы на свой счет восприняли то, что человек поступил просто так, как хотелось ему, да. Какой свой внутренний спор вы ведете, предметом которого является семья и дети, судя по всему. Проиграв в котором, вы чувствуете себя болезненным. И что это за отношения с мужчиной, в котором у вас, по идее, есть, ну, хотя бы симпатия, где есть элемент вот этой вот борьбы, аргументов и прочего. Что же хотелось бы с этим разобраться? Если возможно. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!